МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Меня зовут Артём Тульчинский, и я ведущий музыкальной программы «Песенка в подарок», в которой талантливые композиторы и поэты ищут исполнителей для своих песен. Для того, чтобы найти их, они решили устроить настоящий вокальный конкурс с участием молодых дарований. Победитель в качестве награды получит в руки не только диплом с автографом сочинителей, подтверждающий его право на исполнение песни, но и возможность принять участие в съёмках настоящего музыкального клипа. Сегодня исполнителя для своей песни «Балаганчик» ищет композитор Виталий Осошник. Когда за окнами метель поёт, Нам открывает дверь и старый дом, Аплодисментами к себе зовёт, Здесь эхо сказок детства больше не живёт. Достанем скрипучий сундук И крышку поднимем на стук Прелюдию в юге сыграй, музыкант На тоненьких верёвочках все куклы станут в ряд, Но плачет Пьером Холодно, холодно Маленьким пальчиком Плачет Пьером Весело, весело В «Балаганчике» Подкинем угольки в холодный камин Присядем у огня Поговорим Достанем запылившийся альбом Как прежде шумный праздник Встретит старый дом Достанем скрипучий сундук И крышку поднимем на стук Прелюдию в юге сыграй, музыкант На тоненьких верёвочках все куклы станут в ряд, Но плачет Пьером Холодно, холодно Маленьким пальчиком Плачет Пьером Весело, весело В «Балаганчике» Сегодня за право исполнить песенку будут бороться пять юных дарований Как они будут это делать? Всё очень просто Конкурсант должен подняться на нашу небольшую сцену, настроиться, справиться с волнением и спеть любую детскую песенку Ну, например Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь Учит в школе, учит в школе, учит в школе Вычитать и умножать, малышей не обижать Учит в школе, учит в школе, учит в школе Вычитать и умножать, малышей не обижать Учит в школе, учит в школе, учит в школе Ну вот, как-то так МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А нам осталось только выяснить, кто за кем будет выступать. И для этого мы проведём небольшую жеребьёвку. Ребят, смотрите, у меня в этой вазочке разноцветные листочки. Сейчас по одному подходите ко мне, громко в микрофон говорите имя и фамилию, зажмуриваетесь и вытягиваете одну карточку. Хорошо? Договорились. Как тебя зовут? Даная Шершавицкая. Зажмуривайся. Так. Четыре. Даная Шершавицкая. Жёлтый цвет и номер четыре. Как тебя зовут? Фисенко Софья. Зажмуривайся. Так, сейчас мы перемешаем. Поехали. Два. Фисенко Софья. Фиолетовый цвет и номер два. Подходи ко мне. Давай знакомиться. Бегоева Амина. Отлично, зажмуривайся. Так, давай. Три. Бегоева Амина, красный цвет и номер три. Подходи ко мне. Как зовут? Амир Ханян Наташа. Зажмуривайся. Так, осталось две карточки. Не подглядываешь? Давай. Один. Зелёный цвет и номер один. Так, ну и давайте знакомиться с мужчиной. Как тебя зовут? Саврасов Даниил. Даниил, зажмуриваться не нужно, тяни. Осталась одна. Ха, пять. Саврасов Даниил, оранжевый цвет и номер пять. Ну что же, мы знаем, под какими номерами мы выступаем, но перед началом конкурса я бы хотел, чтобы члены взрослого жюри сказали пару напустных слов нашим юным артистам. Дорогие ребята, дарить радость людям – это большое великое счастье, а вы это уже умеете делать. И телезрители, и мы, члены взрослого и детского жюри рады за вас переживаем, но желаем вам запомнить, что не важна победа, важно участие. И чем больше конкурсов будет, соревнований будет, тем больше будет ваше мастерство. Удачи вам! Спасибо нашему взрослому жюри! И мы начинаем под ваши аплодисменты! Итак, первая участница нашего конкурса, Амирханян Наталья, приехала к нам из города Одесса, и ей 11 лет. В свободное от учебы время Наташа профессионально занимается бальными танцами и уже кандидат в мастера спорта по спортивным бальным танцам. А также чемпион по бальным танцам Англии, Польши, Румынии, Болгарии и Италии. А еще Наталья с удовольствием изучает английский, немецкий, русский и украинский язык. На нашем конкурсе Наташа исполнит песню «Белая зима» под ваши аплодисменты! Удачи! То ли вечер ворожит за околицей, То ли полночь разлилась за окном, Сердце тихонько стучит, да не колется, Ой, не смешно, смешно, смешно! А-а-а, белая зима Началась внезапно Вышла и метет, метет, метет А-а-а, я ищу дома Что мне делать завтра? А завтра Новый год А белая зима началась внезапно Вышла и метёт, метёт, метёт А я решу сама, что мне делать завтра А завтра Новый Год Столько снега намело, что не верится Столько звёздочек зажлось, чем тушить Может, я спрошу совет у метелицы Ой, как же быть, забыть, забыть А белая зима началась внезапно Вышла и метёт, метёт, метёт А я решу сама, что мне делать завтра А завтра Новый Год Песня спета Жюри приступает к обсуждению А мы поговорим с исполнительницей и её группой поддержки Мне всё понравилось И вокал был хороший И постановка номера тоже очень хорошая Мне очень понравилось, потому что хорошо и громко пела Мне очень понравилось это выступление И особенно мне её костюм очень понравился Прямо под эту песню, и сам у неё голос очень хороший Согласен, костюм красивый Песня сама такая позитивная, весёлая Мне как бы номер понравился Девочка умничка наша, надежда наша Голос золотой, поёт классно, славно Не растерялась, умничка Наташ Ну и теперь от тебя пару слов Как тебе твоё выступление? Понравилось, хорошо Волновалась так Скажи, пожалуйста, но ведь у тебя уже такой опыт И в бальных танцах Есть какой-то способ справляться с волнением? Ну, пока что нет Но будет, да Что для тебя легче? Выступать в спортивных бальных танцах Или выступать на эстраде как певица? Ну, выступать как певица Это гораздо легче Мне даже больше это нравится Ну, это как моё Как... Не знаю, мне очень это нравится А бальные танцы? Бальные танцы, да Надо много стараться Заниматься каждый день Это тоже очень важно Как ты относишься к критике? Когда тебе делают замечания? Нормально Я слушаю Исправляю Делаю лучше Не обижаешься? Нет Ну, а сейчас вернёмся в студию Где члены жюри уже поставили свои оценки? Какие? Мы узнаем только в конце программы А вот их мнение по поводу выступления Мы услышим прямо сейчас Слово детскому жюри Наташ, ты выступила очень хорошо Но хотелось бы чуть тон повыше А так активно, все движения Всё замечательно Прям выдавалось все впечатления этой песни Спасибо Наташа спела громко, активно Костюм вот белый подходит хорошо под песню Спасибо Наташа спела очень хорошо Вот у меня очень большие впечатления Вот мне всё очень понравилось Вот активные движения Ну вот в припеве голос какой-то Вот немножко другой был Как-то вот Да, как-то вот В ночь, что ли, как-то пела Хорошо, спасибо вам большое, ребята Мы переходим к взрослому жюри Прошу вас, ваши впечатления Ну, во-первых, ты была первой Это безумно сложно Ты молодец, умница Вот что я тебе хочу посоветовать Значит, там есть такая фраза Началась зима, да? Значит, по логике Началась, да? А по музыке у тебя получается Как бы ты делаешь акцент на А Первую, началась И ты должна всё равно себя заставить петь Началась, да? Вот это сразу бросается в уши Тем более несколько раз это повторяется Это как бы противоречит русскому языку, да? Спасибо Красивый очень низ у тебя Просто, ну, это твоя природа Это тебе спасибо, твоему педагогу И я тебе советую развиваться в том же духе И развиваться в сторону мюзиклов Поскольку ты танцуешь, поёшь Красивая Дай бог Спасибо Наташечка, я тебя поздравляю Ты большая умничка У тебя очень красивый костюм Очень подходит он к этой песне Ты похожа на маленькую юную принцессу Ты исполнила эту песню нежно Очень органично Единственное, что бы я тебе пожелала Лучше работать с микрофоном Потому что иногда он у тебя улетал Нам хотелось твой голос слушать всегда Спасибо тебе Спасибо Удачи Наташа, знаешь, что бы я тебе посоветовал? Никогда не волноваться Тебе сегодня немножко помешало волнение Ты первый куплет просто пела Не отрывая взгляд от какой-то точки Вот та вот за нами И боялась, боялась, боялась раскрыться Это помешало тебе раскрыть твой голос Удивительный тембр, необыкновенный И второе Жесты красивые Я понял, что ты любишь танцевать А тебе надо поработать Немножко над жестами Хорошо? Чтобы они были не просто танцевальные А чтобы они пели, говорили Жесты это очень выразительное средство Художественное Справишься? Давай, так держать Молодец Наша следующая конкурсантка Соня Фисенко Приехала к нам из города Новомосковск Тульской области Соне 10 лет И учится она в четвертом классе Вокалом занимается 7 лет В свободное от занятий время Соня любит играть на флейте и фортепиано Занимается танцами Любит плавать и рисовать На нашем конкурсе Соня исполнит песню «Летела Гагара» Под ваши аплодисменты Удачи Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй А там на болотах, а там на болотах брусника цвела. А там на болотах дымились туманы, оленей посвелись. Ай-яй-яй. Летела Гагара, кричала Гагара, махала крылом. Летела Гагара над мохом зеленым над синей водой. Дымились болота, дымились болота на тёплой заре Дымились болота, туманились травы, брусника тела Кричала Гагара, кричала Гагара на крыше моей Кричала Гагара, что солнце проснулось, что море поёт Что солнце проснулось, что месяц гуляет, как юная лень Что месяц гуляет, что море сияет, весна к нам идёт Кричала Гагара, лохи Кричала Гагара, лохи Летела Гагара Итак, жюри приступает к обсуждению, а мы поговорим с исполнительницей и её группой поддержки Впечатление наилучшайшее, так как, если профессионально с фокальной точки зрения оценивать, то это просто гениальное отображение народного образа И вопрос бы хотела задать, а кто такая Гагара? Это птица Северная Северная Ну, всё равно, с фокальной точки зрения это просто гениально, такие скачки совершаются Молодец Мне очень песня эта понравилась, я особенно понравилась, как она берёт верхние ноты, она не кричит и у неё всё хорошо получилось, отлично всё Мне понравилось, как она поёт в начале, очень хорошо и красиво А в конце? В конце порой, как она поклонилась и говорила, посередине летела Гагара Бабушке всегда нравится, мне всегда всё нравится, как она делает, как поёт Замечательно, умница Только, может быть, чуть-чуть побольше волновалась, потому что это телевидение, да? Я думаю, наш педагог останется довольным Мы больше всего боимся критики педагога, когда она увидит наше выступление Ей очень тяжело всегда угодить Поэтому мы, конечно, стараемся и для зрителя, но и больше всего для педагога Сонь, у тебя у самой какие ощущения? Ну, не знаю, я не знаю, хорошо я спела или нет, но, по-моему, нормально Расскажи, как ты выбираешь песню? Ну, вот мы смотрим видео в интернете, нам понравилась песня, мы её поём из концертов, с конкурсов, просто видео А у кого решающее слово в выборе песни, у тебя? У мамы Сонь, кем ты мечтаешь стать, когда вырастешь? Преподавателем вокала А почему именно преподавателем вокала? Ну, потому что я сейчас пою, и я хочу, что ещё когда вырасту, петь Детей учить тоже петь, чтобы было очень много боючих детей Ну что же, члены жюри уже поставили свои оценки и готовы поделиться своим суждением по поводу выступления И вот интересно, совпадёт ли их мнение с мнением группы поддержки? Слово детскому жюри Мне очень понравилось, как она спела, вот костюмы, всякие там моменты, которые, где она выше-выше делала, ниже Там вот это вот, мне очень всё понравилось, как она спела Ну, вот замечательно просто Спасибо Ты очень хорошо спела, вот как актриса, вот там, показывала свои мимики, эмоции Ну, всё очень хорошо Я думаю, в таком возрасте так хорошо спеть Хоть, ну, вот в нашем жюри девочки не намного старше тебя, но я уверен, что они бы так не спели Спасибо Ты очень хорошо спела, и ты очень красивая Я думаю, у тебя всё получится, и желаю тебе удачи Спасибо большое нашему детскому жюри Слово вашим старшим коллегам, прошу вас Сонечка, ты нам очень-очень понравилась У тебя большой диапазон, красивый костюм, и ты очень артистично исполняла эту песню Всё было очень органично, я тебя поздравляю, ты молодец Спасибо Ну, я тоже присоединяюсь к поздравлениям, и хочу только добавить Значит, смотри, цвела, вот там, где цвела, чуть-чуть не дотянула, вот два раза чуть-чуть не дотянула Буквально, вот, не знаю, там, четверть тона, но поскольку ты вообще здорово поёшь, то вот на фоне твоего классного пения вот эти вот четверть тона сразу вылезли, да? Буду работать Вот, ты умеешь пользоваться регистрами, это тоже очень здорово Ты училась специально, или ты на слух это делаешь? На слух, ну, и учу, и на слух У тебя очень хорошее, крепкое дыхание, такое прям мощное, я бы сказала, молодец Спасибо Танцуешь, рисуешь, поёшь, а учишься? Хорошо Хорошо? Молодец И сразу есть результат Органично, артистично, смелая, эмоциональная Ты нас покорила, спасибо тебе Следующая претендентка на победу Амина Бегоева Живёт и учится в Москве, и ей 12 лет Учится она в шестом классе Вокалом занимается 7 лет В свободное от занятий время Амина любит играть на фортепиано Танцевать, гулять с подружками Придумывать мероприятия для своих друзей и играть в футбол Итак, Амина Бегоева с песней «Жёлтые ботинки» под ваши аплодисменты Хорошо? Давай, удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ В стариком дачном сундуке В том, что стоял много лет В тёмном и пыльном уголке Пара обыскала штиблет Два призабавных башмака Долго стояли на дне Были потёртыми слегка Модными казались вполне Эти жёлтые-жёлтые ботинки В бантикам завязаны штурки Две смешных две жёлтых половинки Круглый нос, большие каблуки Ох, уже те жёлтые ботинки В них селился хитрый жёлтый лис На прогулке и на вечеринке Остры вызывают интерес Старая пара башмаков Мне подошла незначай У башмаков был успех таков Что стали мне друзья докучать Кто же поможет дать ответ Мне на один лишь вопрос Может покрасить мне в жёлтый цвет Всё от шнурков до волос Эти жёлтые-жёлтые ботинки Бантикам завязаны штурки Две смешных две жёлтых половинки Круглый нос, большие каблуки Ох, уже те жёлтые ботинки В них селился хитрый жёлтый лис На прогулке и на вечеринке Остры вызывают интерес Ну что же, жюри приступает к обсуждению А мы поговорим с исполнительницей и её группой поддержки Мне очень понравилось Особенно костюм, как она пела Песня вообще была супер Она вообще была умницей Очень резко, задорно, весело Костюм, образ, всё подходит к этой песне Мне очень понравилось Мне понравилось, как она брала высокие ноты Но она спела супер Меня радует то, что ей это очень нравится Я хочу, чтобы она в вокале В своём любимом деле Достигла всего того, чего сама хочет И я думаю, что с Божьей помощью У неё всё получится Тем более у неё есть трудолюбие Она достигает тех целей Которые ставит перед собой Так что я желаю своей доченьке удачи Амина, у тебя у самой какие впечатления? Я сначала волновалась А сейчас вот уже без волнения Хорошо спела, мне так кажется У тебя есть какой-то способ бороться с волнением? Ну, я, например, при себе, да, говорю там Амина, не волнуйся У тебя всё получится Главное хорошо спеть И, ну, спеть как дома Как я пою там Или учительница у своего педагога Или как дома Ну, и всё Вот так я волнение своё убираю Хорошо Амин, скажи, пожалуйста Ты такая красивая девочка И вдруг в увлечениях футбол На какой позиции ты играешь? Я играю хорошо Меня научил мой вот мой брат И тебя Ты нападающий, защитник? Да Не, нападающий, защитник Полунападающий Ты играешь с мальчишками Или у вас какая-то команда Которая девчонка? Бываем, что там девочки Против мальчиков А так я с мальчишками играю И удаётся забивать голы? Да Естественно Ну что же Члены жюри уже поставили свои оценки И готовы поделиться суждением По поводу выступления И вот интересно Совпадёт ли их мнение С вашим Слово детскому жюри Амина, ты очень хорошо спела Отлично Можно сказать Ты очень красивая Яркая Необыкновенная Желаю тебе удачи Всего самого наилучшего Спасибо Мне очень понравилась твоя песня Твой костюм У тебя очень звонкий голос И у тебя вообще всё-всё-всё отлично Спасибо Амин, ты хорошо спела Сожидалось ощущение Как будто ты стоишь на дискотеке И тут какая-то девочка зажигает Твои желтые ботинки Было эмоционально, энергично Ну, мне понравилось Спасибо Да, спела хорошо Можно А вот ты можешь спеть что-нибудь На иностранном языке На каком? На каком? Ну, на английском, например Один куплет Ну как? Нет слов Спасибо детскому жюри Спасибо Амине И слово взрослому жюри Аминочка, ты умница Спасибо Я сказал коллегам, что мне первый раз нечего сказать Ну не потому, что ты плохо это сделала А потому, что ты сделала это хорошо Но знаешь, что мне показалось? Что ты забыла про футбол Ведь когда ты гоняешь по полю вместе с мальчишками Я думаю, что вот эти эмоции Которые сейчас ты показала только что Они из тебя просто вырываются наружу И ты огонь, огонь просто И эта песня не совсем твоя Она для тебя простенькая Ты можешь больше И ты должна это сделать Договорились? Да Договорились Обещаешь? Обещаю Амино, ты молодец Я тебя поздравляю с хорошим выступлением Что я хотела бы тебе пожелать? В проигрышах во вступлении Все отлично Ты прекрасно двигаешься Но когда ты поешь Ты могла бы Мне так кажется, что немножечко меньше двигаться Потому что от этого немножко пострадала у тебя интонация Не всегда было все чисто А так вообще ты молодец Удачи тебе Тоже поздравляю Все было замечательно Единственное, что я бы добавила немножко больше разных украшений Потому что ты их умеешь делать А так простовато все спето Где-то там ритм, может быть, чуть-чуть сдвинуть Посвободнее все это петь Где-то добавить мелизмов Но чтобы она была так поярче, поинтереснее И более поиндивидуальнее для тебя Понимаешь, о чем я говорю? Да А так я тебя поздравляю У тебя такая энергетика вообще классная Спасибо Молодец Спасибо Наша следующая конкурсантка Даная Шершавицкая Ей 11 лет И приехала она из города Минск Учится она в Республиканской гимназии Колледж искусств На отделении хоровое дирижирование В четвертом классе Свободные от занятий время Любят рисовать, танцевать И играться с кошкой Итак, Даная Шершавицкая С песней «Формула счастья» Под ваши аплодисменты Удачи Добрый день, сябры мои Добрый день, любимые Широ я витаю вас У гэты добрый час Бачу вас, спяю душой Поляпшается настрой И становится легче От позерку в очей Шастяк это я Шастяк это ты Шастяк это мы Коли есть сябры Шастяк это мы Коли есть сябры Кали тяжко на души Кали горка хоть крыши Несумненно, да помогусь Мае лепши Я сябры Не пужая снег и дождь Кали близки сябраёсь Добрый годом Мы готовы Вам кажу сырьёз Шастяк это я Шастяк это ты Шастяк это мы Коли есть сябры Шастяк это я Шастяк это ты Шастяк это мы Коли есть сябры Шастяк это мы Коли есть сябры Каждый год, лето Я люблю бывать У своей бабули в деревне Голю дождь Шастяк это мы Голю дождь Каждый день Скоткуем разом Шастяк открытьё Бокали и в окол сябры Радость множится в разы И становится светлей У сердца и души Шастяк это я Счастья – это ты, счастья – это мы, Талия-сабры! Счастья – это ты, счастья – это мы, Талия-сабры! Счастья – это мы, Талия-сабры! ПЕСНЯ Песня спета, жюри приступает к обсуждению, а мы поговорим с исполнительницей и ее группой поддержки. Ну, у мамы сложно спрашивать объективные оценки выступления дочери. Ну, как правило, я всегда самый строгий критик, поэтому замечания будут. Если не секрет, какие? Она может вложить в песню и в номер больше эмоций, чем это произошло сегодня. Может быть, сколазывается тяжелый, достаточно был сегодня переезд ночной. Понятно. Из Белоруссии. Ее сегодняшнее выступление чем-то отличалось от предыдущих? Она всегда подходит очень ответственно ко всем выступлениям. Она как бы по жизни ответственный человек, поэтому всегда переживает, всегда старается выполнять все, что просят педагоги. В основном она всегда выкладывается на все 100%. Ну, немножко волновалась, конечно, но с волнением справилась. Уже профессионально получается справляться у нее с волнением. Но так чувствовалось, что боялась выйти. Ну, молодец. Это хорошо. Волнение, я думаю, помогло. АПЛОДИСМЕНТЫ Дана, какие у тебя у самого ощущения? Мне кажется, что я все хорошо спела, и я выполнила то, что меня просила педагог. У тебя есть какие-то обязанности по дому? Или ты только поешь, танцуешь и занимаешься искусствами? Конечно, есть обязанности по дому. Вот кошка – это моя обязанность. Кошка на тебе? Да. Кошка очень послушная. Мы ее в лесу нашли. Я хотела назвать Наполеон. Бабушка позвонила и говорит, что это девочка. Не Наполеон точно. Ну, я спросила, а как же ее назвать? Ну, мне мама с папой подсказали, что давай Жозефина. Ну, я согласилась. Хорошо. Данай, кем бы ты хотела стать, когда вырастешь? Я знаю, что это сейчас прозвучит немного странно. Я хочу стать косметологом. Как мама. И у меня всегда складывается такое впечатление, вопрос. Кем стать? Поющим врачом или врачующей певицей? А почему тебе так нравится именно эта профессия? Только потому, что мама косметолог? Нет, не только потому, что мама косметолог. Потому что косметолог – это добрая работа. Она приносит красоту, добро. И ты как-то находишь, понимаешь, как общаться с кем-то. Находишь нежность какую-то. Иногда освобождаешься от какого-то негатива. Ну, а сейчас вернемся в студию, где члены жюри уже поставили свои оценки. Какие – мы узнаем только в конце программы. А вот их мнение по поводу выступления мы услышим прямо сейчас. Слово детскому жюри. Да, на, у тебя хороший костюм. Вот вы его подбирали или шили, или на заказ. Я давно участвовала в такой программе белорусской «Мельница моды». И мы познакомились с одним дизайнером. И когда я начала петь, у нас возник вопрос – а что сделать с костюмами? Нельзя же просто пойти в магазин и купить там платьица какое-нибудь. Созвонили с дизайнером, мы сходили, и вот от этого пошли все мои костюмы. Дизайнер слушает песни и как-то придумывает костюмы. Понятно. Очень интересная история. Ты очень хорошо спела. Спасибо. Спасибо. Вот я хотел спросить, о чем поется в этой песне? Ну, я просто… это белорусская, да? На белорусском? Да, это на моей родной… на моем родном языке. В куплетах поется о том, что если какая-то беда, горе, то друг всегда придет на помощь. А в припеве поется, что счастье, формула счастья – это я, ты, мы. Это вот мы – это когда есть друзья. Я хочу у тебя вопрос спросить, ты очень хорошо спела, я тебе говорю. Вот, я у тебя хотела спросить вопрос, вот ты так хорошо двигалась, ты занимаешься какими-нибудь танцами там вот? Я танцами и занималась, и занимаюсь, но чаще всего на конкурсах я не задумываюсь о движениях, я придумываю их сама, потому что мне иногда кажется, что когда заучиваешь, то ты можешь забыть о вокале. А когда ты их не заучиваешь, то у тебя вот… ты помнишь о вокале. Ты молодец, очень хорошо спела, мне очень понравилось. Спасибо нашему детскому жюри, слово взрослому жюри. Даная, ты большая умничка, я тебя помню еще по одесскому фестивалю. Ты всегда очень яркая, зажигательная, очень красивая аранжировка, фонограммы, очень плотная. Я считаю, что ты сложившийся артист, молодец. Спасибо тебе. Ты умничка, удачи. Спасибо. Спасибо. Я получила огромное удовольствие, я вообще очень люблю белорусскую эстрадную музыку. А ты вообще в каких направлениях поешь? Вот сейчас мы послушали такую эстрадную песенку жизнерадостную, а в каких ты еще поешь? В школе я пою, это академически. Мне показалось, что во всех школах именно академически преподают. В школе академически, а вот в студии это эстрадный вокал. Но больше мне нравится эстрадным петь. Вот мой как бы тебе совет, да, такой, слушать как можно больше разных пластов, разных направлений и пробовать в каждом что-то. Вот что-то в белорусской, может быть, этнической культуре, да, что-то там на других языках. У тебя все получится, ты такая вообще здоровская. Молодец. Спасибо большое. Ты человекообщительный, Даная? Очень. Я всегда очень энергичная, я не могу сидеть на месте. Не могу. Я не могу сидеть на месте, мне надо вот как-то вот, вот что-то, мне надо что-то делать. Если это урок, мы этой темой не проходили, и я не поднимаю руку, я не могу, я не узнаю себя. А какие у тебя оценки в школе? Хорошие. 9, 10. Хорошие это что, 7, 8? 9, 10, 8. Ниже нету. Скажи мне, пожалуйста, ты подарила шарики членам детского жюри? Да. Для чего? Мне хотелось оставить российским детям сувенир, какой-то сувенир, ну вот просто, просто подарить им радость и всем подарить радость. Понятно, понятно. Знаешь, что я хочу тебя попросить? Передай, пожалуйста, ребятам, которые там сейчас за кулисами находятся, и сама запомни, пожалуйста, что, это ты мне подсказывала, кстати, эту мысль, что всегда, когда находишься на сцене перед телекамерой, всегда нужно думать о том, что я хочу сказать, что я хочу донести, что я хочу показать, а не как я хочу это сделать. Сегодня, мне кажется, что, несмотря на то, что были какие-то проблемы, там, звук пропадал, где-то речевые части в твоем исполнении пропадал звук, но мне показалось, судя по реакции детского жюри, что ты донесла свою задачу так держать. И передай всем, что это самое главное, знать четко, что я хочу сделать. Спасибо. Спасибо за успехов тебе. Следующий участник нашего конкурса – Даниил Саврасов. Данииле 12 лет. И учится он в 7 классе общеобразовательной школы и в музыкальной школе по классу трубы. Увлекается футболом и танцами, осваивает игру на гитаре и сочиняет музыку. Итак, Данила Саврасов с песней «Дуэт, пса и баллонки» под ваши аплодисменты. Удачи. О, наконец настал тот час, когда я здесь вижу вас, И едва надеясь на взаимность. Слепом неведе не томлюсь, Вы непослушны – это минус, Но благородный – это плюс. Я ради ваших милых слов Пройду хоть тысячи дорог Без промедлений в бездну рянусь Сгорю за вас и удалюсь, Меня не слышат это минус, Меня поймут и это плюс. О, наконец настал тот час, Когда я снова вижу вас, Уже надеясь на взаимность. Вы убедились, я не трус, Мы так страдали, это минус, Но я люблю вас, это плюс. Не разлучат нас никогда Враги невзгоды и когда Я столько ждал, я столько вынес. Но тем прочнее наш союз Мы так страдали, это минус, Теперь мы вместе, это плюс. Итак, жюри приступает к обсуждению, а мы поговорим с исполнителем и его группой поддержки. Наконец у нас появился один мальчик из девочек, и он отлично спел, Спел он прямо как, знаете, Ну, спокойно, не волновался, видно. Ну, можно было, чуть-чуть волновался, Ну, а так все хорошо, мне очень понравилось. Мне очень понравилось, Он тянул ноты отлично, Но мне кажется, он молодчина И желаю ему удачи. Несмотря на то, что у него Не было костюма, Даже он спел очень хорошо. Я очень рада своего ребеночка, Который у меня очень давно занимается музыкой, Он считает, что музыка – это его жизнь. И я надеюсь, что его достижения С каждым годом все будет больше и больше. Желаю ему успехов во всем, побед, И всем деткам побед, И старания. Самое главное – старание и участие. И тогда все получится. Скажите, пожалуйста, А вот то, что он сегодня на живьевке Вытянул последний номер, Ему помогло или, наоборот, помешало? Знаете, это случается каждый раз. Он всегда выступает последним. Как это ни странно. Ну, в общем, как бы, Я думаю, что ему в этом плане везет. Данил, какие у самого ощущения? Ой, вы про ошибки спрашиваете? Нет, просто про ощущения. Нам про ошибки говорить не буду, А то судьи засудят. Они нас не слышат. Это только так, между нами, знаешь. Ой, ну тогда я там так пожал. Понятно. Волновался, скажи? Нет, не особо. Нет, ну, правда, когда последний, Это, с одной стороны, и хорошо, и плохо. То есть ты успеваешь посмотреть, Кто как исполняет песню, Какие у тебя шансы, Как у тебя шансов нет. Смотришь, как что там... Смотришь, как тебе потом спеть. У тебя есть время про репетили, Где-то там в коридоре. Ну, в общем, последний будет хорошо. У тебя такие увлечения разносторонние. С одной стороны футбол, А с другой стороны танцы. Как ты умудряешься это совмещать все? Это из-за школы получилось так. Когда в школу пришел, У нас там все с первого класса играли в футбол. Все-все-все играли. Ну, как бы тоже стал играть. А музыка – это как предопределение. Это как судьба. Да. Ну, то есть когда не занимаешься музыкой, Играешь в футбол. Когда не играешь в футбол, Играешь в футбол, Играешь в музыку. Ну что же, Члены жюри уже поставили свои оценки, И готовы поделиться своим суждением По поводу выступления. И вот интересно, Совпадет ли их мнение С мнением группы поддержки? Слово детскому жюри. Дань, ты очень хорошо спел, Станцевал, Но просто ты вот когда стоял на сцене, У тебя как-то такой стоял, Как скромный, Хоть и танцевал, Но вот так вот как-то Такой танцует, танцует, Ты такой весь сжатый какой-то. А вот с чем связано название песни И сама песня? Песня вообще из мультика, Знаменитого мультика. То есть речь идет о мушкетерах, Только в собачьем мире. И там дело в том, Что песня происходит у меня В тот эпизод, Когда пес добирается До своей возлюбленной баллонки И исполняет как бы Сиренаду ей под окном. Ты хорошо спел, Мне очень понравилось, Как ты двигаешься. Ты молодец, Желаю удачи. Спасибо. Мне вот понравилось тоже, Как ты спел. Ну, не хватает эмоций, И еще вот костюм. Вот оделся бы как-нибудь там Классически и шляпку какую-нибудь. Спасибо детскому жюри. Слово вашим старшим коллегам. Прошу вас. Ну, во-первых, большое спасибо. Ты молодец, Было очень здорово тебя слушать. Ты здорово двигаешься, Но в этой песне Немножко неорганичны были эти движения, Потому что, Как бы ты двигался в одном направлении, Пел в другом. Но это мне так показалось, Я могу ошибаться. Хочется тебе пожелать Всего самого-самого наилучшего. Еще маленькое. Ты все время закрываешь глаза. Ты же к сцене себя готовишь, И ты должен смотреть на своих зрителей. Закрывать можно, Но в какую-то там минуту. Интересно. А так, Глазки открывай. Хорошо? Спасибо. Данила, я тебя поздравляю. Хочу сказать, Что не так много поющих мужчин на эстраде, Особенно хорошо поющих мужчин. Хочу сказать, Что у тебя мягкий, Приятный тембр голоса. Да, наверное, Я тебе посоветовала бы Больше общаться со зрителями, Потому что нам нравятся твои глаза, Нравится, как ты поешь. Не забывай про нас, Нам будет приятно. Хорошо. И еще одна вещь. Попробуй, когда поешь, Больше делать акцент на согласные буквы, Как бы сдваивать, Делай двойные согласные. Вот, например, Скажи слово «блюз». Блюз. Да, вот «б» должно быть «б», «п». Все должно быть на губах, понимаешь? Вот. А так ты умничка. Удачи. Спасибо. Даниил, Ты чувствуешь себя потрясающе раскованно на сцене. Поэтому и закрываешь глаза, Потому что тебе никто не нужен. Потому что тебе хорошо. Ты и музыка, И больше никого. Но для того, Чтобы ты был услышан, Тебе надо позаниматься речью, Чтобы звуки доходили, Не в тебе умирали, А доходили до слушателя. И второе. Обязательно избавляйся от носового оттенка. На английском, На русском, И в разговоре. Он у тебя присутствует. Это тебе может помешать. Есть болезнь небольшая такая. Чувствуешь себя легко, Свободно так держать. Пой. Пой в удовольствие себе И на радость нам. Ну что же, Все желающие получить в подарок песенку «Балаганчик» От композитора Виталия Осошника выступили. И нам пора подводить итоги. Пора выяснить, кто же, Кто набрал наибольшее количество баллов И стал победителем нашей сегодняшней программы. И подсчетом этих баллов У нас займутся члены жюри. А пока они занимаются таким серьезным делом, Мы с вами сможем посмотреть клип Одного из победителей программы «Песенка в подарок». Папа-маму часто просит Объясни же, наконец, Обещала ты мне дочку, Обещала ты мне дочку. А это что за сорванец? Я такая заводная И со мною сладу нет. Я такая заводная В этом, в этом и секрет. Я пищу в нем смеха Не могу прожить и дня. Заводная, 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 заводная Не сердитесь на меня Это что же за ребенок? Бьет энергия ключом Не ребенок, а шустренок Не ребенок, а шустренок И весь дом стоит вверх дном Я такая заводная И со мною сладу нет. Я такая заводная В этом, в этом и секрет. Я пищу в нем смеха Не могу прожить и дня. Заводная, 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 заводная Не сердитесь на меня Мама, папе отвечает Чепуху не говори Если есть еще вопросы Если есть еще вопросы Почаще в зеркало смотри Вот в кого я заводная И со мною сладу нет. Вот в кого я заводная В этом, в этом и секрет. Я пищу в нем смеха Не могу прожить и дня. Заводная, 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 заводная Ну не сердитесь на меня. Ну, наконец, наступил самый волнительный момент программы. Ребята, я пока еще не знаю, что нам сейчас скажут члены взрослого жюри и кто сегодня победил и получит в подарок песню от композитора Виталия Осошника под названием «Балаганчик». Но я вам хочу сказать, что для нас для программы «Песенка в подарок» вы сегодня победили все. И у телеганала «Радость моя» у нашей программы «Песенка в подарок» есть для вас памятные дипломы. И мы очень надеемся, что они займут достойное место среди всех ваших наград. Сейчас слово взрослому жюри, пожалуйста. Ребята, мы получили огромное удовольствие от того, что вы сегодня нам подарили. Спасибо вам большое. Мы писали оценки, детское жюри писало оценки, потом мы их складывали. И победителем по версии и нашего, и детского жюри стала Даная Шершавицкая. Аплодисменты! Даная, я вручаю тебе этот диплом, подписанный самим Виталием Осошником. Он дает тебе право исполнять песню «Балаганчик» на любых площадках, в любых концертах, в любых программах. И обязательно учи музыку и стихи, потому что мы снимем тебе клип, как и обещали. И сейчас я попрошу всех подняться на сцену для финальной фотографии, потому что наша программа подошла к концу. Прошу вас! Да, дорогие друзья, совсем забыл вам сказать, что если вы хотите принять участие в нашей программе и получить в подарок песенку от композитора или поэта, вам необходимо зайти на сайт телеканала «Радость моя» и оставить там свою заявку. А на сегодня это все. Увидимся через неделю. Не скучайте! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова